На полосе препятствий военный бронетранспортер. Перед водителем и экипажем БТРа стоит нелёгкая задача. Им необходимо проехать 5-километровый маршрут на время. При этом на дистанции команда должна преодолеть колейный мост, крутые спуски и подъёмы, минное поле и ряд других препятствий. Военнослужащие должны проявить и меткость. Чтобы заработать как можно больше баллов, нужно поразить все мишени. Но сделать это удаётся далеко не всем наводчикам. Немножко у нас, вот вы видели, проблематичные вопросы с наводчиками, так как это практически все солдаты срочной службы. И очень сложно солдата подготовить за полгода, потому что он готовится, через полгода увольняется. Поэтому над этим есть над чем ещё работать, а военнослужащие-контрактники, конечно, показывают довольно высокие результаты. В состязании на звании лучшего экипажа БТР участвует сегодня 5 команд. Лучше всех на трассе держится пока шемкенский экипаж «Унтустык» под командованием старшего сержанта Армана Мусаева. Водитель бронетранспортера, безусловно, на высоте. Он демонстрирует профессиональное вождение, благодаря чему военнослужащие без всяких трудностей преодолевают все препятствия на своём пути и показывают лучшее время – 11 минут и 10 секунд. «В БТРе видимость ограничена. Местами тяжело разглядеть дорогу. Но мы готовились и считаю, что мы смогли показать лучший результат». Результат шемкенского экипажа оказался действительно высоким. Команда по итогам состязаний заработала 97 баллов. Более того, в составе экипажа отличился 19-летний солдат-срочник Курмет Амангильде. Молодой наводчик ни разу не промахнулся с расстояния 800 и 400 метров. «Признаюсь, было несложно, ведь мы тренировались долгое время именно на этом полигоне. Я считаю, что наши командиры отлично подготовили нас к этим соревнованиям». Далее судьи оценивали уже мастерство водителей военного КАМАЗа. За звание лучшего в гонку на грузовике вступили 9 военнослужащих Национальной гвардии страны. Маршрут тот же самый – 5 километров с различными препятствиями. Лидер определился сразу. Им стал старшина Сергей Колентьев. Секундомер он остановил на отметке 8 минут 2 секунды. «Это отличный результат. Отличный результат здесь был при проверочной ЕЗЕ 9. Впечатление замечательное. Все элементы, как говорится, экстрим, адреналин. Есть, что преодолевать. Есть, где еще подучиться. Всегда нужно учиться». Таким образом, главный трофей в смотре конкурсе названия лучшего экипажа достался южноказахстанским военнослужащим. Второе место заняли представители регионального командования Батыс. Замкнула тройку команда ШИГЭС. А звание лучшего водителя закрепил за собой Сергей Колентьев из Уральска. Серебро досталось южанину Бейбуту Ауэзбаеву. Бронзовую награду выиграл старший сержант Алексей Краснощек, представлявший военный институт Национальной гвардии Казахстана.